Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем здравствуйте! А я сейчас начинаю делать опять свой имбирь. Ну, я, естественно, буду разговаривать с вами и делать. Для тех, кто только что присоединился, вы узнаете, что я занимаюсь имбиротерапией. Что это такое? Это, ну, я вам так хочу сказать, как только я начала регулярно использовать имбирь, вот я его уже почистила. Это те ингредиенты, которые нам понадобятся. А также лимон, причем лимоны, смотрите, я разного сорта взяла. Я взяла такой вот темный лимон и взяла ярко-ярко желтенький лимончик. Вот у меня такие красочные лимоны. И обязательно хороший, такой вот толстый, мясистый лист алоэ, алоэ вера. Он у меня уже полежал почти неделю в холодильнике. И сейчас, вот здесь вот я делала, его отрывала, и видите, он даже сразу же зажил. Пока лежал в холодильнике, полное восстановление произошло. Почему это происходит? Потому что уникальный состав. Вот восстановление листика происходит прямо в холодильнике. Смотрите, вот здесь я срезала, был такой сухой-сухой кусочек. И я его срезала. Восстановился он вот буквально неделю. Полежал, но в течение трех дней я заметила, уже он восстановился. И здесь то же самое, посмотрите. Это просто какое-то чудо, просто какое-то чудо. И вот так вот он действует, это просто живое какое-то существо. Ну и плюс вот еще у меня тут добавка. Итак, что же мы делаем? Во-первых, в состав алои входит 75 питательных веществ и более 200 активных компонентов. Вы не представляете, что здесь. Здесь из витаминов, витамин А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В12, С, Е, аминокислоты, Биологически активные вещества. Антибиотическое, это антибиотик природный и слабительное. Антибиотическое называется барбалоин. И слабительное это глюкоцит. Поэтому изумительное, изумительное вещь. И много чего, что я перечислять не буду, потому что 200 компонентов. Лимон. Лимон я люблю из-за цедры. Я прямо с цедрой делаю. И потому что мед будет высасывать все нужные вещества здесь. Мы все это будем смешивать, выкладывать послойно. Буквально через сутки, даже раньше, образуется много соков. И будет проходить ферментация. Но мне это уже не важно. Я буду пользоваться. Кто-то спрашивает. Вы прямо оттуда пьете? Я развожу чуть тепленькой водички. Горячей не обязательно, не надо. Потому что горячей водой можно поубивать все нужные нам вещества. Класть сок можно в любое блюдо. Даже в салаты. Я очень люблю добавлять в винегрет. Кстати, у меня сейчас винегрет. И вот завтра я уже сок буду добавлять туда. Это мощное бактерицидное средство. Мощное. В общем, даже со стафилококком легко справляется. Так, теперь я беру на терку имбирь. Ну, за имбирь тут говорить нет. Это как же нечего. Это такой антибиотик тоже природный. Наряду с чесноком и женьшеньем. Имбирь вот такой же. Изумительный. Ой, какой он сочный. Люблю делать маски из этого же сока. Но это будет отдельная история. Не про это. Что же я хотела рассказать? Пока вы смотрите, как я делаю, я расскажу сегодня свой разговор с одной женщиной. Значит, я сразу выкладываю имбирь. Вот так вот. Сразу мед. Ложку меда. Все на глаз. Рецепта нет. Вы можете, если вы любите сильно сладкий, можно побольше меда. Можно потом, чтобы сильно не бродило, добавлять мед. Кто-то спрашивает, сахар. Нет, сахар я не советую. Ну, если нет у вас меда, что же тогда делать? Такой вот интересный сорт. Практически нету этих, девочки. Косточек вот эти вот яркие лимоны. А в тех темных есть. И такой разговор у меня состоялся. Это я в магазине была. Наскочила. У меня есть тут магазинчик хороший. Вот, была в том районе. И зашла. Женщина стоит. Поглядывает. Там с ней разговаривали. Знаете, как выходишь, когда из магазина. Там есть такие аппараты, где кофе продают. Ну и вот. Я взяла кофе один. Чтобы потом дальше мне надо было ехать. Вот. Взяла и пью кофе. И она тоже. Радышком стала. Слово за слово. И по поводу алоэ. А, почему мы начали говорить-то на эту тему. Она жалуется. Знаете, как люди. Вот пока стоят, даже кофе пьют. Она стоит и жалуется. Жалуется и жалуется. И я ей говорю, вы знаете. Вот есть такой рецепт. И рассказываю ей свой вот этот рецепт. Когда берешь алоэ вера. Соединяешь. Вот так вот прям нарезаешь. Соединяешь с лимончиком. Соединяешь с имбирем. С медом. И делаешь себе лекарства. И вообще не болеешь. Вообще. Если ты это делаешь и пьешь это каждый день. То ты просто вообще не болеешь. Никогда. Максимум, что у тебя может быть смешное расстройство. Ну, может быть, там головная была. Еще что-то. Знаете, в связи с погодными условиями. И все. Это максимальное. Самое серьезное. Может быть, какое-то заболевание. И то может быть связано с тем, что давно не пила. Алоэ чуть-чуть добавляла. Надо было побольше. Я прям вот так. Я не буду высвобождать, девочки. Я прям вот так. Потому что я вычитала, что именно в корке алоэ. Вот в этой вот. Очень много витамин высвобождает мед. Поэтому я не хочу. Я вместе с корочкой положу. Он у меня уже просушен. Алоэ. Я его помыла, просушила. Он у меня полежал в холодильнике неделю. И все питательные вещества необходимые. Теперь готовы для работы. Видите, я вот так вот послойно укладываю. Послойно. Замечательно. Вот. Я и рассказываю. У вас есть алоэ. Она говорит, да, алоэ есть. Я говорю, а что вы с ним делаете? Она говорит, ничего. Я говорю, а зачем он у вас есть? Он же не особо красивый цветок. Зачем он? Ну, говорят, что вот он полезный. Я его держу. Женщине этой уже лет под 60. Ну, 50 с чем-то. Вот так вот где-то. Слегонца. Чуть-чуточку старше меня. И вы знаете, выглядит она гораздо старше. Старше. Ну, естественно, я не буду же ей это. Но я ей говорю, вы знаете, какие можно маски делать? Начинаю ей советовать. Она, видно, догадалась, что я вижу, что она не активный выглядит. Но мне хотелось ей помочь. Понимаете? Если я женщина, я могу ей это сказать. Тем более, что она одинокая. И причина одиночества. Вот как раз внешний вид. Вот. Я говорю, вам надо обязательно начать делать из этого алоэ вера маски. А она говорит, какие маски? Я говорю, да вот. И рассказала ей самую простую. Я, кстати, ее сейчас буду делать себе масочку. Я вам покажу. Включу камеру. Я говорю, это изумительная маска. Просто она вам понравится. Она станет вашим фаворитом. И тем более, что у вас есть алоэ вера. Так. Теперь я возьму, наверное, вот этот вот. И вот здесь сразу мы видим семечки. Кто-то говорил, что семечки вредны. В одном лимоне столько семечек, от которых только полезность. На один лимон Господь Бог распределяет столько семян, сколько нужно для организма. Одно посадить, второе съесть. Вот здесь два-три семени. Так. Оп. И знаете, вот этот лимон, который потемнее, тонкошкурый, его можно прям брать и есть. Он прям сладкий. Я так подозреваю, что это какой-то гибрид. А тот яркий, желтенький, светленький. Он такой, горечь в нем чувствуется. Вот. И вот эта женщина готова. Спасибо, спасибо за рецепт. Приду, сделаю масочку. Я говорю, не приду, сделаю. А нужно делать курсом. Любую маску. И говорю, перед этим пропарьте лицо. Обязательно пропарьте лицо. Помойте пропарьте, чтобы открылись поры. Она хорошо, хорошо. Спасибо. А вы косметолог, она мне говорит. Я говорю, нет, это мое хобби. Космецевтика. Ой, у вас такое лицо. Давай мне рассказывать. Я говорю, да. Это все. Не я, это все уход. Это все уход. Кстати, мне там тоже написали, что я делала операцию. Еще что ничего я не делала никогда. Меня смотрит куча народу. Масса народу. И все меня знают, никакие никогда в жизни я операции не делаю. Если бы я сделала операцию, вы бы первые об этом узнали. Я бы ее снимала. У меня она не нужна. Так, вот моя операция. Вот мои соки. Все, что я добавляю и в пищу, и на лицо, и на маске, и везде. Кстати, отбеливает изумительно. Меня спрашивают, чем отбеливать. И что бы вы ни делали, берите и на лицо мажьте. Берите. Но только смотрите, заранее проверяйте, чтобы не было аллергии. А то... Вот это вот, видите, прям как мочалочка. Это такие волокна. Волокна. Имбиря. Это у корня аира тоже такие волокна. Вот что аир полезный, что имбирь полезный. Это все одного поля ягоды. Ой, какой ароматный имбирь. Как мне нравится запах имбиря с лимоном. Это такое сочетание. Так, ну вот, мы и сделали очередную порцию имбирьотерапии. Так, все. Запечатываем. Ставим печать медом. Медовая печать. Если надо будет, я мед буду добавлять. Вы прекрасно все видели. Сколько меда. Кому непонятно, пересмотрите еще раз. У меня там еще есть. Но вот эта вот смесь. Вот именно вот эта смесь. Я делаю по-разному, девочки. Я делаю из грейпфрута. Я делаю из... Вот, смотрите. Именно вот эта смесь. Вот это сочетание. Лимон. Имбирь. Алоэ вера. Вот именно это. Это самая идеальная смесь. Это пробиотик также. Когда сутки постоит, появляются бактерии, которые питаются медом. И вот эти бактерии, они превращаются в пробиотики. И когда мы получаем вместе с соком вот этой чудной смеси и антибиотики, и все витамины природные, и бактерицидные свойства, то мы получаем вот эти вот бактерии, пробиотики. Они очень хорошо работают, чистят кишечник, они работают с печенью, очищают кровь и выводят из организма всю нечисть, всю грязь, девочки. Во-первых, такую смесь, вот именно после того, как сутки поработает бактерии и выйдет сок хорошенько, потом вы можете просто даже не в холодильник, а просто поставить. И вы увидите, что при регулярном использовании этой смеси вы вообще перестанете болеть. Но если регулярно, это ваша добавка, витаминная добавка. Витаминная, потому что, ну вот возьмите имбирь, там почти все витамины группы В, В1, В2. Люди ложатся, чтобы в больницу, чтобы проколоть эти все витамины. А тут витамин В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, витамин С, витамин Е, витамин К. Тут железо, калиев, это я про имбирь только рассказывала. Кальций, магний, марганец, медь, натрий, селен, фосфор, цинк. Вы себе можете представить? В общем, это изумительно. В состав имбиря входит почти полный комплекс, еще раз хочу повторить, полный комплекс группы В. Вот это возьмите себе на заметочку. А витамин С при гриппе и при простуде, вот витамина С, мы усилили. Мало того, есть витамин С в хорошем количестве в алоэ вера, он есть в хорошем количестве в имбире. И еще мы усилили лимоном. Представляете? То есть, все, нас ничего не возьмет. И в период обострения вирусных заболеваний, вот сейчас в школах, и многие школы, да, закрываются в некоторых городах, то нам ничего не страшно, абсолютно ничего. Даже если детки, бывает, заболевают, то это не болезнь, а, знаете, вот быстренько, как раз-раз, это адаптация. Адаптация до того или иного вируса. А действительно, которые дети болеют, это да, это болеют по-настоящему. А когда один день, там что-то такое, это адаптация. Вот, это я делаю все время. Мой сын это употребляет. Муж употребляет. Я употребляю. Мы не болеем. Вообще, слава Богу! Господь Бог дает нам возможность делать вот такие вот смеси. Вот это наш запас витамин и минерал. Пока-пока. Будьте благословены вы и ваши близкие. Пользуйтесь. И это очень хорошая основа для любой масочки. Ну, это будет в следующем видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.М.